Добрый день, уважаемые коллеги! Как вы знаете, в послании Федеральному собранию было поручение правительству предложить системные подходы к наращиванию кадровых, интеллектуальных, технологических возможностей России в области так называемой цифровой экономики. В тесном контакте с деловым и экспертным сообществами правительство подготовило соответствующую программу, которая рассчитана до середины следующего десятилетия. Сегодня мы обсудим её ключевые положения. Хотел бы повторить, цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути, это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. И, конечно, формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкуренции отечественных компаний. Позиции страны на мировой арене, на долгосрочную перспективу, по сути, на десятилетия вперёд. Отмечу, что за последние годы Россия заметно продвинулась по многим направлениям цифрового развития. Так, по динамике распространения широкополосного интернета и беспроводных сетей мы находимся на уровне ведущих стран. По данным Росстата с 2010 по 2016 год доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети интернет, выросла с 48,4% до 74,8%. Средняя скорость интернета в России в 2016 году выросла на 29%. Это уровень Франции и Италии. И к началу 2017 года российский рынок коммерческих центров хранения и обработки данных вырос до 14,5 миллиардов рублей. Благодаря высокому уровню компетенции наших специалистов в IT-сфере, отечественные компании предлагают уникальные программные решения. Они используются в самых различных сферах, в том числе при создании так называемых «умных городов». И здесь особо отмечу, что наша столица, Москва, входит в число мировых лидеров по применению цифровых технологий в современной городской инфраструктуре. Опережая такие мегаполисы, как Торонто, Токио, Гонконг, Барселона и Сидней. Кстати говоря, по отдельным направлениям индекса Москва входит в тройку лидеров. Цифровые сервисы при взаимодействии государства с гражданами вообще первое место. Просто первое место в мире. Надеюсь, Сергей Семенович нам сегодня расскажет и поделится опытом. Создание инфраструктуры для реализации инновационных решений – по этой позиции Москва занимает второе место в мире. Развитие новых бизнес-моделей на основе массового внедрения передовых технологий – третье место. А система образования, отвечающая потребностям рынка труда будущего – тоже третье место. Так что Сергей Семенович расскажет, как он добился этих результатов. Но это значит, что у нас есть компетенции, есть возможность развивать и другие территории таким же образом. Понятно, что Москва занимает особое место, и у неё возможностей гораздо больше. Понятно, что здесь у нас ведущая компания работает. Всё это ясно. Но компетенции, значит, есть, значит, можем мы это сделать. Опираясь на накопленный технологический, интеллектуальный потенциал, нам предстоит реализовать сложный, комплексный проект. Он беспрецедентен по своему масштабу, значению, влиянию на жизнь страны и каждого конкретного человека. Его действительно сравнивают с теми прорывными преобразованиями, которые на разных исторических этапах позволяли России сделать серьёзный шаг вперёд, укрепить свою позицию в мире. В их ряду строительство железных дорог в конце XIX века или электрификация страны первой половины XX века. Сейчас наша первоочередная задача – создать эффективный механизм для продвижения этого значительного, значимого проекта. О чём идёт речь? Только очень коротко о некоторых моментах упомяну, которые я считаю важными. Во-первых, я в своём выступлении на Петербургском экономическом форуме говорил об этом, обозначил там основные направления развития в России цифровой экономики. Это ликвидация правовых барьеров, которые препятствуют внедрению передовых технологий, создание опорной инфраструктуры, линий связи, центров хранения и обработки данных, серьёзное совершенствование всей системы образования, включая обеспечение всеобщей цифровой грамотности, а также запуск инструментов поддержки отечественных компаний, которые являются центрами компетенции в сфере цифровых и других сквозных технологий. Считаю необходимым назначить ответственных за каждое из этих направлений, обозначить конкретные целевые показатели и сроки решения этих задач. Второе. Проект по развитию цифровой экономики носит сквозной характер, как я уже говорил, охватывает все без исключения сферы жизни, напрямую влияет на деятельность наших компаний, касается каждого гражданина. Поэтому нужно выстроить эффективную систему управления, которая будет соответствовать сложности решаемых задач, позволит объединить усилия уровней власти, бизнеса, научных и исследовательских организаций. Третье. В текущем году только федеральные и региональные органы власти потратят на информационные технологии почти 200 миллиардов рублей. Я прошу предложить конкретные решения по повышению эффективности использования этих денег, этих средств. И в целом, как уже говорил, нужно чётко определиться с источниками, механизмами и объёмами финансирования программ развития цифровой экономики. Давайте перейдём к обсуждению. Слово Николая Анатольевича Никифорова, пожалуйста, министру связи и массовых коммуникаций. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники заседания, правительство совместно с администрацией президента по вашему поручению разработало программу цифровая экономика. Что мы подразумеваем под этим понятием? Цифровая экономика – это такой экономический уклад, в котором данные представляют собой самостоятельную экономическую сущность. Можно перефразировать, что цифровая экономика – это экономика данных. Цифровая экономика про то, как мы создаём, передаём, собираем, храним данные, защищаем их, а самое главное – анализируем и на основе этих данных принимаем такие решения, которые делают нашу экономику эффективней, управление более эффективным, а значит, и повышают качество жизни. Какие мы видим существующие тренды? За последние 5-10 лет мы переживаем настоящую технологическую телекоммуникационную революцию. Десятки миллионов россиян так быстро привыкают к ежедневному и даже ежечасному использованию мобильного интернета, мобильных устройств, онлайн-платежей. Не замечают, как стали окружены десятками различных автоматических датчиков, которые просто окружают нас в нашей привычной жизни, которые собирают и передают информацию. Всё это происходит так быстро, что мы даже забываем, что ещё 10 лет назад не существовало тех самых смартфонов, с помощью которых сегодня люди выходят в интернет. А ещё 5 лет назад не было технологий мобильного скоростного доступа в интернет, который мы называем 4G или LTE. И эти процессы лишь ускоряются. Технологическая цифровая гонка набирает свои обороты. Что нам нужно для того, чтобы преуспеть? Для такой масштабной работы с цифровыми данными, которые будут пронизывать все сферы жизнедеятельности и все процессы в бизнесе, нам необходимы современные сквозные технологии. То есть, когда одна цифровая технология однократно разработана и может многократно применяться в самых разных отраслях. Помимо традиционных технологий, таких как беспроводная связь, мобильное устройство, микроэлектроника, это принципиально новые сущности. Это технологии работы с большими данными, это так называемые распределённые реестры, которые ещё называют блокчейн, это машинное обучение, это виртуальная и дополненная реальность, это искусственный интеллект, это квантовые технологии. Этот перечень можно продолжать. Цифровая экономика, она не про то, какая доля граждан подключена к интернету, а про то, как изменились традиционные в нашем понимании отрасли народного хозяйства под влиянием цифровой трансформации, как они стали другими. И во всех без исключения странах мира эти изменения происходят, во всех отраслях, в транспорте, финансах, здравоохранении, торговле, государственном управлении. И все эти отрасли переживают огромное давление под влиянием именно цифровых изменений. Если мы хотим, чтобы наша экономика была сильной и конкурентоспособной, а другого пути у нас нет, это возможно сделать лишь при условии того, что мы будем лидировать в том числе в этих процессах цифровой трансформации. Главная идея программы «Цифровая экономика» в том, чтобы создать некий критический набор условий для того, чтобы эти процессы запустить, чтобы они пошли ускоренным путем. Условно можно выделить некий базовый слой, в котором есть пять составляющих. Первое – это инфраструктура, вы об этом сказали, Владимир Владимирович, нормативная база, технологические заделы, кадровый потенциал, информационная безопасность. Конечно, нам предстоит создать принципиально новые условия регуляторики для того, чтобы поддержать цифровую трансформацию. Нам нужна среда, в которой мы не мешаем, а наоборот помогаем и ускоряем эти процессы цифровой трансформации, чтобы Российская Федерация была юрисдикцией, куда мечтают прийти разработчики перспективных цифровых технологий, разрабатывать, обкатывать их именно здесь, у нас, в России, и в перспективе предлагать эти решения уже на экспорт. Мы постоянно говорим о самых разных примерах, говорим об электронных больничных, об электронных трудовых книжках. Нам нужно такое регулирование, когда, к примеру, реализуя программы капремонта, мы изначально будем оснащать наше домохозяйство цифровыми датчиками, собирающими данными о тех же потреблениях услуг жилищно-коммунального хозяйства. Председатель Государственной Думы Ишлаф Володин создал специальный совет по развитию цифровой экономики, и мы уверены, что во взаимодействии с депутатами мы сможем обеспечить необходимую совместную работу. Цифровая инфраструктура. Очевидно, что она нужна для того, чтобы связать нашу огромную территорию страны, для того, чтобы собирать, хранить данные. Это то, что нам позволяет транспортировать вот эту новую экономическую сущность. Мы уже несколько лет активно развиваем эту инфраструктуру, прокладывая волоконно-оптические линии связи в малые населенные пункты. Добились отдельных результатов по направлениям, которые, казалось бы, никогда не будут обеспечены современной связью. Проложили оптику до Магадана, до Камчатки, в Якутии, сейчас доходим до Норильска. Это проекты, которые действительно, я считаю, являются настоящими связными подвигами, потому что ни одной стране мира не приходится строить связь в таких сложных условиях. При этом мы имеем сегодня второе место в мире по самым низким ценам на мобильный интернет и сотовую связь. Это оценка Всемирного экономического форума. И десятое место в мире по ценам на фиксированный доступ в интернет. С учетом тех затрат, которые мы делаем, я считаю, что это очень хороший результат и показывает уровень конкуренции в этой сфере. Инфраструктура и технологические заделы – это самое главное. Что такое технологические заделы? Это коллективы и компании, которые как раз создают и разрабатывают те самые сквозные технологии. Их в России немало. Мы ими гордимся. И наши программисты действительно занимают соответствующие лидирующие позиции на самых различных международных соревнованиях. Растет IT-экспорт. Он уже достиг порога в 7 миллиардов долларов. Вы поставили задачу довести уровень IT-экспорта до экспорта в таких, к примеру, отраслях, как оборонно-промышленный комплекс или сельское хозяйство. Мы к этому стремимся и уверены, что развитие регуляторики и условия для развития цифровой экономики позволят нам эту задачу решить. Самое главное, конечно, это человеческий капитал, потому что успешное развитие цифровой экономики будет происходить только тогда, когда люди обладают нужными знаниями, опытом. И это компетенции в широком смысле слова. Это не только разработчики программного обеспечения. Это, опять же, переоценка всего подхода к специалистам высокой квалификации во многих сферах. Если говорить о программистах, у нас их сегодня примерно 500 тысяч человек. Мы считаем, что должный технологический задел мы сможем обеспечить, если будем наращивать и ставить целевую задачу достигать уровня в 1 миллион занятых в сфере информационных технологий. На следующем слое находятся уже так называемые цифровые платформы, операторы этих платформ, сквозные цифровые технологии. Компаний таких у нас достаточно много. Это и совершенно частные компании, и компании с госучастием. Мы все знаем Яндекс, мы знаем, что делает Почта России, Ростелеком, Сбербанк. Но основной смысл в том, что нам нужны российские сквозные цифровые технологии, нам нужны российские цифровые платформы. И нам нужны наши собственные компании, национальные чемпионы. Мы многие годы традиционно поддерживали широкий спектр традиционных отраслей – сельское хозяйство, различные сферы промышленности, авиапром, автопром. И сейчас настал тот момент, когда мы действительно должны поддержать это направление. На верхнем уровне это уже вопрос конкретных рынков, конкретных компаний, продуктов, бизнес-моделей, которые в разных отраслях начинают работать по-новому. И наша цель – создать условия для того, чтобы эти отрасли эффективно развивались на основе использования данных. Чтобы у нас получилась некая экосистема, в которой, с одной стороны, могут работать и крупные компании, операторы этих цифровых платформ, с другой стороны, это могут быть начинающие малый бизнес, стартапы, которые будут искать новые идеи, тестировать их, опробировать их, и нишевые компании, которые могут работать в различных отраслях экономики. Мы можем обеспечить глобальную конкурентоспособность национальной экономике, а по некоторым направлениям достичь лидерских позиций. Но для этого нужна консолидация партнеров, в том числе на международном уровне. Уже в конце июля в третий раз пройдет встреча министров высоких технологий стран БРИКС. Напомню, что первая встреча такая проводилась в Москве, когда Россия была председателем. И наша повестка дня – это создание конкурентного мирового рынка информационных технологий. Подчеркиваю, что конкурентного, потому что мы видим тенденции, когда есть попытка монополизировать это. И вместе с нашими международными коллегами будем отстаивать позицию именно справедливой рыночной конкуренции. Международный опыт очень важен. Мы руководствовались и изучали опыт подобных программ во многих странах мира. Разрабатывали программу широким коллективом экспертов. Это более 150 человек. Много совещаний прошло в правительстве, у председателя правительства, вице-премьеров, на площадке администрации президента. И мы считаем, что в том числе смогли обеспечить содержательный диалог с самой IT-индустрией. Программа широко обсуждалась с представителями IT-компаний и во многом корректировалась по их предложениям. Какими инструментами предлагаем добиваться дальнейшей реализации и конкретного результата? Первыми сферами, где мы считаем, что нужно применить данные подходы, это должно быть здравоохранение, государственное управление и умный город. Почему выбрали эти сферы? Потому что там наиболее высока роль государства, и социальная значимость этих сфер очень высока. Но программа вовсе не ограничивается этими направлениями. Конечно же, изменения будут проходить и во всех других отраслях. И постепенно мы будем расширять набор конкретных отраслей, где будут реализовываться приоритетные проекты. Сама программа «Цифровая экономика» – это не операционный документ. Это фиксация наших целей на 2024 год, которым мы должны немедленно начать стремиться двигаться. А двигаться к ним будем в рамках уже операционного документа, так называемого скользящего трехлетнего плана. Считаем, что этот план должен утверждаться правительством, ежегодно уточняться и уже как раз являться документом, который провязывает наши цели, задачи, конкретные вехи и в том числе источники финансирования. По каждому направлению такой перечень целей, задач, сроков и их реализации определён. Нам потребуется принципиально иная модель управления, реализации и финансового обеспечения программы. Текущая оценка объёма ежегодных затрат в рамках операционного плана, который нам предстоит разрабатывать и утверждать, составляет около 100 миллиардов рублей. Хочу подчеркнуть, что значительная часть этих средств действительно уже содержится в расходах федерального бюджета. Но нам предстоит их консолидировать, определить единую техническую политику, единые правила игры. И правительство такие предложения готовит. Частично потребуется и дополнительное выделение бюджетных средств. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, прошу вас одобрить целым программу «Цифровая экономика», поручить правительству её утвердить и приступить к разработке конкретного плана реализации на ближайшие три года. Хорошо, спасибо. Это мы сделаем в завершении нашей дискуссии. А сейчас я хотел бы предоставить слово министру промышленности и торговли Мантурову Денису Валентиновичу. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. По нашим оценкам, системный переход на цифровую модель развития способен обеспечить к 2024 году рост производительности труда в обрабатывающих отраслях, более чем на 30%, и увеличение вклада в ВВП секторов, базирующихся на передовых производственных технологиях, до 15%. Принципы цифровизации уже применяются в нашей стране при реализации высокотехнологичных проектов. Примеры тому это самолет МС-21, двигатель ПД-14, головной атомный ледокол Арктика, автомобили на базе единой модульной платформы и ряд других проектов осуществляются с использованием технологии цифрового проектирования и цифрового моделирования. Чтобы масштабировать такие проекты на широкий спектр отраслей, в России формируется собственный задел по трем основным направлениям. Первое и самое важное – это разработка современного оборудования, сырья и материалов. Наши предприятия уже выпускают сложные обрабатывающие центры с российским ЧПУ, а также оборудование и сырье для аддитивных процессов. Сегодня на рынке присутствуют отечественные серийные производители 3D-принтеров, в первую очередь для прототипирования. Однако по разработке аддитивного оборудования, индустриального масштаба и промышленных роботов мы находимся пока на начальном этапе. В части материалов для обеспечения цифровизации важнейшую роль играет развитие оптико-электронной промышленности. Чтобы объединить потенциалы российских предприятий, сформированы работающие в этом секторе специализированные кластеры и инжиниринговые центры по фотонике. В первую очередь это в Саранске, в Перми, в Зеленограде и Новосибирске. Вторая область, где мы имеем сильные стартовые позиции для цифровизации, это разработка сложного программного обеспечения. В этом сегменте хотел бы отметить созданный в Сарове Росатомом многофункциональный пакет инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования Логос. К третьему направлению относится разработка интеллектуальных систем управления. В этой части нашим ключевым конкурентным преимуществом является компетенция в сфере кибербезопасности. Лаборатория Касперского и российская компания InfoWatch уже реализуют проектные защиты информации на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры. И могут оперативно адаптировать эти решения под задачи цифровизации промышленности. Для стимулирования активного внедрения обозначенных решений в производственные процессы считаем целесообразным модифицировать существующие меры поддержки. Нами прорабатывается механизм перенастройки инструмента субсидирования выпуска пилотных партий оборудования в части смещения акцентов на задачи цифровизации. Также планируется уточнить перечень программного обеспечения, затраты на приобретение которого субсидируется сегодня Минпромторгом. Сегодня эта мера поддержки распространяется на инжиниринговое программное обеспечение. Считаем целесообразным, во-первых, масштабировать ее на программные продукты, необходимые для реализации технологии индустриального интернета, то есть систем управления производственными процессами. Во-вторых, включить в число получателей скидок крупные компании высокотехнологичного сегмента. Поскольку речь по большей части идет о новых технологических решениях, крайне важно определиться с нормативной базой и, конечно, стандартами для формирующихся рынков. Для этого мы уже реализуем отдельную программу разработки межотростливых стандартов по таким направлениям, как киберфизические системы, математическое моделирование, промышленный интернет-вещей, умное производство и умные города. Формирование технологической и регуляторной основы позволит в полном объеме развернуть процесс создания в стране сети фабрик будущего. Первую подобную фабрику Ростех планирует запустить уже до конца текущего года. В рамках данного проекта на базе ОДК «Сатурн» создается испытательный полигон для отработки технологий, которые применимы, в частности, при изготовлении сложных авиационных деталей. Всего к 2035 году в России должно быть создано около 40 фабрик будущего, 25 испытательных полигонов и 15 экспериментальных цифровых центров сертификации. Для эффективного решения этой задачи при формировании детального плана реализации программы «Цифровая экономика» мы подробно пропишем все мероприятия в части промышленности, синхронизировав их с теми направлениями, которые курируют коллеги из других ведомств. Спасибо за внимание. Спасибо. Сергей Семенович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, для Москвы технология умного города не является неким новомодным явлением. Это необходимость для управления городом в связи с тем, что только непосредственно в системе городского хозяйства работает около 600 тысяч человек, тысячи учреждений. Одна из крупнейших в мире системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, транспортной системы, системы здравоохранения, образования, социальной защиты. Ну и, конечно, нужды и проблемы 12 миллионов человек. Невозможно сегодня эффективно всем этим управлять без внедрения информационных технологий. Несколько ключевых направлений, над которыми мы работаем вместе с правительством Российской Федерации, с отраслевыми министерствами и ведомствами. В частности, предоставление электронных услуг для населения. Сегодня на нашем портале зарегистрировано для получения государственных услуг 6 миллионов москвичей. Это практически каждая московская семья. Число обращений на портал ежегодно свыше 200 миллионов раз. Это примерно 50-60 запросов на каждую семью. Создана надежная система идентификации граждан, не требующая нагромоздкой и сложной процедуры получения электронной подписи. В результате граждане экономят 2-3 рабочих дня для получения соответствующих услуг. Например, москвичи могут получить детские пособия без электронной подписи, не обращаясь лично в МФЦ. Только за 2016 год было принято 119 тысяч электронных заявлений, выплачено более 3 миллиардов рублей компенсации в связи с рождением ребенка, дополнительным пособием молодым семьям и так далее. Для предоставления услуг для бизнеса создана аналогичная система предоставления электронных услуг. В электронный вид переведены основные услуги в сфере транспорта, строительства, земельно-имущественных отношений. Всего 74 услуги для бизнеса, которые пользуются тысячи крупных, средних и мелких предприятий. Не выходя из офиса, можно оформить разрешение на работу такси, заключить или продлить, переоформить договор аренды земельного участка, пройти экспертизу проектной документации, получить разрешение на строительство, получить разрешение на въезд в центр грузового транспорта и так далее. Прямое взаимоотношение с жителями является, пожалуй, одним из ключевых направлений в реализации программы «Умный город». Для того, чтобы взаимодействовать с многомиллионным населением, традиционных форм они нужны, обязательно должны быть, но их явно недостаточно. Невозможно решать многие проблемы без информационных технологий. В городе создан портал «Наш город», который специально аккумулирует все жалобы населения по 187 проблемам, начиная от работы поликлиники, транспорта, ямы на дороге, уборки мусора, подъезда и так далее и тому подобное. То есть 90% всех проблем, которые сталкиваются горожане, можно решить через этот портал. На нем зарегистрировано миллион пользователей и за последние годы мы решили около двух миллионов проблем. Средняя продолжительность решения проблемы – четыре дня. Это, конечно, гораздо более эффективная система, чем обычные бумажные заявления, которые ходят по инстанциям, они не структурированы, граждане получают отписки. Здесь отписки получить невозможно. Человек фотографирует ту проблему, которую он фиксирует, посылает через интернет, причем это открытая система. Весь город может следить за прохождением этой жалобы, оценивать ее реализацию. Если ответ не точный, гражданин интернета всегда может заявить об этом и выложить фактическое состояние дел, подтвердив это фотографией. Так что это еще такой общественный контроль за работой городских служб. Мы считаем, что миллион пользователей – это миллион реальных помощников в городе, которые помогают нам навести порядок и решить те или иные проблемы. Кроме этого, создана система «Активный гражданин», в которой участвуют уже практически около двух миллионов москвичей. С помощью этой системы реализовано полторы тысячи решений. С помощью системы «Активный гражданин» крауссорсинга решаются бытовые проблемы. От несвоевременного вывоза мусора до незаконной установки летнего кафе участвуют в управлении городом, предлагают благоустройство дворов, посадку деревьев, сроки школьных каникул, реализацию крупных проектов, которые реализуются в городе. В частности, принятие решений об участии или не участии в реновации ветхого жилья. Это формирует стандарты крупных городских служб, работы городских служб, в том числе и городских поликлиник, школ, МФЦ и так далее. Для управления городом это, конечно, возможность напрямую обращаться к гражданам с вопросами, получать ответы не абстрактно, а в разрезе каждого квартала, дома, района. Проводить персонифицированное электронное голосование, принимать управленческие решения, устраивающие большинство москвичей и избегать ошибок. Одно из главных направлений умного города – это, конечно, образование, о чём говорили коллеги. В Москве уже реализован целый ряд решений, многие из этих решений уже реализованы в других городах, в других регионах. Мы оказываем всемирное содействие нашим коллегам, сами у них учимся. В настоящее время создана система записей в детский сад, в школу, в кружок, таким образом, чтобы не было никаких приписок, никаких задвоений, никаких коррупционных схем, которые существовали до этого. Была громадная проблема, огромные очереди при записи в школы, детские сады. Сегодня этого ничего нет. Это помогло избавиться, кстати, и от очередей в детские дошкольные учреждения и школы. Создан единый электронный дневник, которым пользуются практически все учащиеся и родители. Это, конечно, не очень большое благо для учащихся, потому что свои двойки и свои проблемы уже скрыть и потереть невозможно. Но, тем не менее, это дает и другие возможности для контроля родителей над тем, как идет учебный процесс. Создана единая система прохода питания, когда родитель может точно знать, что его ребенок пришел в школу, что он взял в буфете, конкретное меню и так далее. Конечно, для управления городом это персонифицированный учет, это экономия за счет внедрения этой системы. Мы ежегодно экономим около 5 миллиардов рублей за счет того, что устранили дубляж, приписки и прочие негативные явления. В настоящее время мы планируем следующий этап информатизации образования. Это внедрение новых информационных технологий, материальной базы новой. Но, пожалуй, даже не это главное. Главное – это единая образовательная среда, то, чем мы занимаемся сейчас активно с Министерством образования. Так, чтобы каждый учитель мог иметь у себя электронный план ведения конкретного урока, с методическими пособиями, с лучшими вариантами проведения данного урока, с созданием единой информационной базы и очень качественного контента. Это важнейшее направление. Здесь мы серьезно отстаем от наших коллег, имею в виду лучших зарубежных практик, мы мониторим эту ситуацию. Но я надеюсь, что мы в течение года двух, максимум трех, устраним эти пробелы, и образование будет более интересным и более эффективным в наших школах. Конечно, важнейшее направление работы городских систем информационных – это здравоохранение. Мы с Министерством здравоохранения в свое время создали уникальную систему, единую медицинскую информационную систему. По крайней мере, мы не видели аналогов в других мегаполисах, такой масштаба программы. Она позволяет записаться к врачу, отследить не только приход пациента в поликлинику, но и даже время, которое он проводит непосредственно у двери врача. Это позволило кардинально сократить и время записи к врачам, и время сидения по двери у врачей. Сегодня 10% пациентов ожидает у кабинета более 20 минут. Раньше это просто в разы было хуже ситуации. Ну и, конечно, и для руководителей клиники, и для города очень важно управление трудовыми ресурсами, потоками больных, анализ той ситуации, которая закладывает, отсутствие приписок, которые были в массовом, к сожалению, порядке по разным причинам. Сегодня вместе с Министерством здравоохранения и Минкомсвязи мы реализуем следующий проект, такой как внедрение электронной медицинской карты. Причем это не какие-то фантазии. Уже сегодня 3 миллиона медицинских карт внедрено, и я думаю, что в ближайший год-два мы эту работу закончим. Внедрение централизованного лабораторного сервиса, когда можно данные лабораторных исследований врачу получить в специальном доступе, так, чтобы не таскаться с этими справками, с результатами анализов и так далее, что это было тоже централизованное, закрытое, но доступное для специалистов система. Тоже касается и сложных исследований, такие как рентген, МРТ, КТ и так далее, создание единой информационной и методической базы, которая сегодня активно формируется. Ну и результатом всего этого, конечно, будет накопление, огромное накопление больших данных по пациентам и создание методической поддержки врачам для установки конкретного диагноза и выписки соответствующих лекарств. Ну и еще ряд там вещей, связанных с электронным больничным, электронными рецептами и так далее, и так далее. То есть это огромный пласт работы, которой нужно, конечно, заниматься нашими коллегами из федеральных министерств, чем мы и занимаемся. Следующая система, она достаточно такая серьезная и на наш взгляд одна из лучших в мире, это интеллектуальная транспортная система. Она создана за последние 3-4 года и вобралась все лучшее, что созданное в мире. Это и управление транспортными потоками, это и система контроля за движением и фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения и контроль за работой общественного транспорта. В результате мы фиксируем уменьшение ДТП на дорогах почти в половину, улучшение средней скорости трафика на 13% при огромном росте количества машин. Конечно, в настоящее время ситуация достаточно сложная на дорогах Москвы за счет реконструкции улиц, но я думаю, она восстановится в ближайшие месяц-полтора. В настоящее время активно внедряется система безопасности метрополитена вместе с Министерством транспорта и федеральными структурами. Я думаю, эта система будет в ближайшие годы также доведена до логического завершения. Также является приоритетом для нашей работы системы управления коммунальным хозяйством, системы ГЛОНАСС, технологии контроля, сбора данных и так далее. Чтобы я попросил и предложил зафиксировать в проектах решения, на наш взгляд необходимо нам дорабатывать, о чем уже министр сказал, стандарты программы обучения информатики не только в высшей школе, но и в средней школе. Они, к сожалению, не самые лучшие. И для этого необходимо привлечь и IT-компании, и отечественных разработчиков. Само программное методическое обеспечение образования, конечно, должно быть иным. Оно должно поспевать за теми требованиями, которые сегодня формулирует та же программа развития цифровой экономики. Ну и еще одна вещь, которая, мне кажется, является важной. Мы переводим исключительно в электронный вид те или иные услуги. В то же время законом предписывается иметь возможность подать в бумажном виде документ. Но если у чиновника появляется возможность принять в бумажном виде, то все выгоды от информационной технологии, от обязательных электронных услуг, она разрушается. Ухудшается контроль, прозрачность технологий и так далее. Поэтому надо дать возможность хотя бы на региональном уровне вводить обязательность электронных услуг без бумажных носителей. Если у кого-то нет такой возможности, есть МФЦ, есть другие возможности, но без этого дальше двигаться достаточно сложно, и внедрение электронных услуг просто этим будет тормозиться. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, Песков Дмитрий Николаевич, агентство стратегических инициатив. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники заседания, хотел бы сказать несколько слов об идеологии программы и о некоторых сложных вопросах, которые она поднимает, и развилках, которые у нас появляются. Конечно, программа сама по себе ни в коем случае не является таким цифровым госпланом. Она не претендует на полноту и на всеобъемливость. И, наверное, не стоит такой цифровой госплан создавать и надеяться на то, что мы потоком проектов создадим в России современную цифровую экономику. Просто потому, что темп изменений такой большой, что можно создать среду и можно создать критические условия. Но не надо пытаться считать, что мы самые умные и точно знаем, как в будущем будет и что именно мы построим. В этом смысле программа про фундаменты. Если пользоваться аналогией, то это промышленная площадка, которой выделяется земля, то есть ключевые технологии, подводятся дороги в виде быстрого интернета, подводится электричество в виде создания вычислительных мощностей центров обработки данных, ставятся ограждения в виде системы информационной безопасности. Но то, что именно там, на этой площадке, должно быть построено, это, конечно, должен определять человек и предприниматель, а не государство. Потому что, еще раз, слишком быстро все происходит, изменения, и бизнес лучше это делает не потому, что он умнее, а потому, что он быстрее. И нам, конечно, здесь надо очень быстро гнаться за конкурентами. У нас очень амбициозная программа, но она гораздо меньше того, что нам действительно надо сделать. Но больше, чем то, что мы умеем делать сегодня. Вот этот вот разрыв, она как раз на него направлена. То есть мировым лидером мы за счет реализации этой программы не станем. Но такой пропуск в Первую лигу получим за те годы, на которые эта программа рассчитана. И два критических фактора, которые у нас там возникают, это нормативное регулирование и кадры. В нормативном регулировании у нас очень простой риск. Сегодня действующая система регуляторики, конечно, запрещает нам делать все то, что мы собираемся сделать в цифровой экономике. И политика такого, это естественная функция, собственно, регуляторной системы. Но нам нужно спроектировать в рамках этой программы ситуацию, при которой у нас есть запрет на слово «запрет». За исключением, конечно, Уголовного кодекса. Должны быть варианты «можно, но давайте попробуем здесь, в песочнице». Или «давайте так, но с какими-то ограничениями». Вот эту систему, конечно, необходимо выстроить, иначе люди же очень умело уклоняются от регулирования в цифровой экономике. Если мы будем пытаться все зарегулировать, мы воспитаем передовую нацию криптоанархистов. Они будут прекрасно соревноваться с нашими органами по обходу соответствующих норм. Мы, конечно, выполним задачу по всеобщей цифровой грамотности. Но это, наверное, будет немножко не та грамотность, которая нам нужна. И люди, действительно, это ключевое ограничение программы. Мы видим, что нам нужно как минимум три уровня решений в этой части. Всеобщая цифровая грамотность. Конечно, на уровне школы. И программа ставит собой предельно амбициозные цели. Первое – это ввести так называемое цифровое ГТО, которое бы давало для всех владеющих этими компетенциями преимущество при поступлении в ВУЗы. Модернизированный урок технологии, который должен регулироваться отдельным образом, быстро впитывая в себя лучшие мировые практики, их прямую трансляцию прямо в урок. И предлагается в рамках ЕГЭ тоже засчитывать результаты по информатике. Но это минимальная вещь. Мы понимаем, что для прорыва нам не нужен миллион программистов. Нам нужно по нашим подсчетам 120 тысяч высококвалифицированных инженеров и программистов. Если мы переучим всех, и они будут не очень грамотные, мы попадем в ловушку, в которую сейчас попали наши индийские коллеги. Они 10 лет инвестировали гигантские средства в подготовку массовых низкоквалифицированных программистов. И сейчас на новой волне технологической революции всех прекрасно замещает искусственный интеллект. В дата-центрах, в обработке голоса, во многих сервисах большого-большого количества. Эту волну наступления искусственного интеллекта нам ни в коем случае нельзя проспать. Она, конечно, совершит неприятные вещи. Она выбросит еще некоторое количество людей на рынок труда. И нам надо быть к этому откровенно готовым. Поэтому программа предполагает создание системы цифровых ваучеров, которые направлены на получение нужных компетенций через онлайновые системы образования, именно нужных для цифровой экономики. Три этих шага, как кажется, могут решить часть задач в подготовке кадров. Конечно, мы еще упремся в этический барьер. Этический барьер очень серьезный, потому что часто общество будет не готово к использованию, принятию результатов этих технологий. Сегодня ведь в сознании робот за рулем, за штурвалом или за скальпелем в общественном восприятии это очень опасно. Мы пройдем за 20 лет ситуацию к обратной ситуации, когда люди будут говорить, что человек за рулем, за штурвалом и за скальпелем – это опасно или даже преступно, потому что это уносит большое количество жизней за счет большого количества ошибок. И программа, и даже в части здравоохранения предполагает, что мы часть решений, например, по диагностике передаем в сторону этого самого искусственного интеллекта и автоматизированных систем. И, конечно, нам здесь важно не только цифровать старое, не только цифровать госуслуги и госуправление. Нам ведь нужно еще на этом заработать. В этой части мы синхронизируем программу «Цифровая экономика» с национально-технологической инициативой. То есть рынки НТИ должны использовать инфраструктуру, которая создается в цифровой экономике. Становится для нее таким топливом, движением вперед. Потому что, еще раз, должны быть не только центры убытков, но и центры прибыли. И, конечно, для того, чтобы вся эта штука ехала, нам нужна очень небанальная система управления. Потому что в мире нет примеров, чтобы министерства создали передовые системы цифровой экономики. Более того, нет примеров, когда только госкомпании создают такого рода системы. Везде это роль маленьких, это роль стартапов. Мы знаем, что наши конкуренты запускают похожие программы про нацию стартапов, про другие вещи. И важно создать центр компетенции в управлении, в системе управления, в котором голос бизнеса был бы так же весом, как и голос государства. Мы это несколько лет назад сделали в рамках национальной предпринимательской инициативы. И, как вы знаете, смогли продвинуться быстрее практически всех наших других конкурентов. У нас даже коллеги спрашивали, какое у вас там волшебство, как, в чем. Мне кажется, это волшебство, эту волшебную палочку ломать не надо, и механизм вовлечения бизнеса в эту систему принятия решений нам необходимо сохранить. Тогда есть шанс. Еще раз, мировыми лидерами не станем, но пропуск в Первую лигу получим. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Очень интересный и очень содержательный доклад, который Николай Анатольевич Никифоров представил сейчас на наше заседание. И действительно, с основными всеми выводами доклада стоит согласиться. И амбициозные задачи, которые там стоят, они реальны, и они действительно имеют для нашей страны особое значение, поскольку в мире это действительно продвигается очень быстро. Я бы хотел коротко обратить внимание на некоторые задачи, которые обозначены в тех материалах, которые у нас есть. Вот кадры образования, задача 2.9, которая звучит «Обеспечить введение нормативной базы регулирования трудовых отношений с гибкой дистанционной занятостью». Очень важный, безусловно, вопрос, важная задача, но я бы суда считал, что необходимо чуть-чуть дополнить одним словом это. Нормативные базы регулирования трудовых и социальных отношений с гибкой дистанционной занятостью. Потому что это сегодня самая острая, самая неразвитая тема, которая подступается, но еще ни в одной стране не решили, но это встает перед нами точно так же остро. И вот было сказано только что Песковым о том, что надо решать этическо-философские проблемы, которые возникают в связи с цифровой экономикой, вот это одна из таких этическо-философских проблем. Сегодня в той экономике, в которой мы живем, жили там десятки, а может быть, несколько сотен лет. Вот мы понимаем под рабочим местом, это то, что генерирует у нас, во-первых, продукцию, потом это генерирует заработную плату работников, генерирует налог, ну, по крайней мере, налог на доходы физических лиц и генерирует взносы в социальные фонды. Тогда, когда у нас гибкая дистанционная занятость, у нас исчезают эти основания для того, чтобы в этой парадигме все это работало. Здесь надо действительно решать другие задачи, и по-другому это все строить. Потому что, ну, грубо говоря, вот недавно была такая дискуссия, нужно ли, чтобы робот платил подоходный налог. Это в качестве шутки, ну, или, так сказать, в качестве инженерной шутки, но на самом деле так и есть. Рабочее место занято, продукция производится, налогов нет и взносов в социальные фонды нет. Это не то, что не надо роботы внедрять, а это то, что необходимо менять, ну, всю систему, в том числе социальной защиты. Потому что человек на дистанционной занятости, он не имеет больничного, он не имеет пенсии, поскольку не отчисляет туда, ну, в такой поизвестной схеме и так далее. Поэтому, вот, собственно, в ряде стран проводятся такие эксперименты по внедрению базового безусловного дохода, когда человек получает от общества, от государства, ну, такую, так сказать, скажем, базовое месячное пособие, но это не значит прожиточный минимум. Ну, такое пособие, конечно, оно не делает его богатым, но дальше, но у него нет постоянной занятости. Случайные заработки или там дистанционная какая-то занятость и так далее. То есть, эта проблема тоже у нас сейчас встает и будет вставать. Поэтому я бы просто как задачу предложил бы вот в пункт 2.9 добавить это. Потому что это надо решать и сейчас уже заниматься проработкой этих проблем. Спасибо. Благодарю вас. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, в какой-то степени хотел отрефлексировать на выступление предыдущих докладчиков. Дело в том, что ведущая сейчас работа по повышению качества существующих процессов и сервисов, в том числе государственных в экономике, она с использованием наших современных цифровых технологий, она крайне важна. И она важна в первую очередь потому, что она вовлекает большое количество новых потребителей в цифровую экономику, граждан. Вот без того, что говорит Сергей Семенович, без обязательного привлечения граждан в цифровую экономику, мы, конечно, отстанем именно как потребители. И тем самым бизнес будет в недостаточной степени востребован. В то же время мы понимаем, что вот эта работа, она приводит, не формирует цифровую экономику, она формирует такую экономику оцифрованную. А вот настоящая цифровая экономика – это экономика платформ, которая в том числе отвечает и на вопрос, который поставил руководитель профсоюзного движения. Потому что платформа – это система отношений между потребителем, гражданином, который гарантированно получает качественную услугу по фиксированной цене, тем, кто предлагает эту услугу и гарантированно получает за нее соответствующую оплату, ну и государством, обществом, которое получает соответствующее налоговое и социальное отчисление. И это принципиально важно, потому что это выводит из тени тех, кто сейчас в этой тени находится, и формирует нормальную для этого уже и транспарентную систему без диспропорций в конкуренции. При этом очень важно, чтобы при регулировании платформ, то, о чем говорил Дмитрий Песков, мнение бизнеса и позиции бизнеса не просто учитывалось. Кстати, экспертное сообщество, деловое сообщество, большую роль играло при формировании текущего проекта, проекта программы. Например, система двух ключей, которая была в национальной предпринимательской инициативе, которую деловая Россия в свое время предложила, помогала не только тестировать, насколько регулирование подходит или не подходит деловому сообществу, но еще и потом смотреть на право применения. И поэтому у нас получились к настоящему хорошие результаты. Здесь, конечно, крайне важно не забыть про роль государства и в защите конфиденциальности, и в подготовке кадров, и очень важно в создании и поддержании необходимой инфраструктуры, потому что объем запроса на эту инфраструктуру растет геометрически. Для того, чтобы, например, получить данные, то есть сохранить данные полного секвенированного генома миллиона человек, нам нужен миллиард, миллиард миллионов, миллиард миллиардов байт, то есть цифры, которые мы даже назвали, собственно, сегодня здесь перед совещанием пытались вспомнить, то есть это уже десятки зета байт данных, чтобы засеквенировать в Сегину, нужен экзобайт данных. То есть мы живем в какой-то совершенно новой системе запроса на инфраструктуру, без государства. Бизнес на этот запрос не ответит. Но вот если не менять рецепт успеха и работать вместе, в том числе над регулированием, особенно с учетом возможности пилотировать это на лучших субъектах, например, медицину на базе московского медицинского кластера, какие-то вещи, опять же, на базе тех субъектов, которые к этому готовы, я абсолютно уверен, что у нас получится и избежать той самой цифровой анархии, и в то же время не оказаться в ситуации, когда потребитель не захочет пользоваться нашими продуктами, а будет выбирать продукты каких-то других государств. У нас есть все основания рассчитывать, что наши продукты будут как минимум не хуже, а то и лучше. Спасибо. Осиевский, Ростелеком. Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, наша компания принимала активное участие в разработке программы, в работе были задействованы несколько десятков экспертов. Основное направление, основная задача, которую мы для себя видим, это, конечно, развитие базовой инфраструктуры. Поскольку у нас уже такие элементы дискуссии, не думаю, что это должна быть задача государства. Мы считаем, что сегодня бизнес и такие компании, как Ростелеком, вполне в состоянии обеспечить потребности всех отраслей экономики в создании такой инфраструктуры. Мы планируем в горизонте пяти лет инвестиции в объеме до 130 миллиардов рублей в развитие систем передачи информации, центров обработки и хранения данных. Это позволит нам почти на 40% увеличить пропускную способность по всей стране, развить глобальные коридоры транзит Европы-Азии для улучшения обмена трафиком с нашими европейскими и азиатскими партнерами и сформировать самую широкую в стране сеть центров обработки данных. В следующем году мы совместно с компанией «Росатом» рядом с Калининской атомной станцией запустим крупнейший в Европе центр обработки и хранения данных. Его мощности будет достаточно для обеспечения потребностей большинства федеральных органов исполнительной власти. Поэтому сегодня такой потенциал существует. Но кроме базовой инфраструктуры, конечно, нужно создавать новую инфраструктуру, и коллеги об этом сегодня говорили, это цифровые платформы. Мы сфокусированно работаем над созданием целого ряда из них. Я бы в качестве приоритета выделил платформу индустриального интернета. Здесь мы ориентируемся на четыре базовые отрасли, в которых эти технологии и программы будут использоваться. Это нефтегазодобыча, энергетика, машиностроение и сельское хозяйство. Сельское хозяйство, как ни странно, является очень серьезным, запросчиком такого рода технологий. Ну и третье очень важное направление – это, конечно, обеспечение киберустойчивости и инфраструктуры, и институтов цифровой экономики. Наш Центр кибербезопасности, работающий в круглосуточном режиме, только за последние три месяца отразил более двух тысяч атак. Поэтому, конечно, мы планируем очень серьезные инвестиции в развитие и технологических инструментов, и мощности. Видим большой спрос со стороны наших клиентов, и компаний, и граждан. Ну и в целом, конечно, программа цифровой экономики является для Ростелекома стратегическим документом, на базе которого мы будем формировать новую стратегию развития компании на среднесрочный период. Спасибо. Пожалуйста, Геннадий Анатольевич. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мне кажется, что это действительно очень важный разговор, и ваше выступление на Петербургском форуме на самом деле задало очень важный тренд вообще в экономике. Очень много компаний, которые сразу же обратились к своей цифровой стратегии. И сегодняшнее заседание, мне кажется, уже само по себе очень правильный сигнал. Но действительно хотел поблагодарить организаторов за то, что мы все были вовлечены. Документ, конечно, еще подлежит серьезной доработке, но тем не менее очень важно, что там все основные элементы сформулированы. И я хотел несколько вещей сказать. Есть несколько пунктов, я бы назвал таких семь пунктов, которые являются на сегодняшний день ключевыми. Два из них технологических, в которых, в общем, особое участие государства не нужно, это две ключевые технологии на сегодняшний день. Это искусственный интеллект и блокчейн. Искусственный интеллект – новейший тренд, который затронет все. Как вы сказали, в своем вступительном слове и социальную сферу, и госуслуги, и все виды бизнеса. Что мы здесь испытываем сегодня – это гигантский дефицит кадров. Это сегодня большая проблема, и постановка задачи может быть перед ведущими вузами. Они сейчас наращивают свои мощности, но мы отслеживаем студентов и пытаемся их сопровождать уже с третьего курса с тем, чтобы получить на выходе специалистов. Пока, конечно, и позиции страны, и позиции компаний требуют очень серьезного усиления в искусственном интеллекте. Опять спасибо, что есть такие компании, как Яндекс. Яндекс вложил очень много средств, в том числе создание факультетов компьютер-сайенсы. Собственно, мы начинали нашу компетенцию с помощью их специалистов, но это сегодня становится доминирующим трендом для всех. Вторая технология – это блокчейн. Я тоже думаю, что нам здесь никакая помощь не нужна, кроме одной. Одной нужно внести в программу подготовки ключевых вузов специализации соответствующие. Наверное, единственное, что нам пока нужно. Технологии мы сами доведем, нам нужна поддержка кадрами, ну и, наверное, аккуратным регулированием. Самое главное, чтобы не было запретов. Сказали, что запретим виртуальную валюту. Я хочу сказать, что сразу же громадное количество перетока дейта-центров, занимающихся майнингом, и технологических стартапов переместился за рубеж. Здесь очень аккуратно нужно, конечно, регулировать, но регулирование, очевидно, потребуется, потому что технология взрывная. Две вещи, которые связаны уже не с интеллектуальными упражнениями, а с то, что называется хард. Это квантовый компьютинг. Я не вижу здесь, что бизнес справится с этим. У нас пока плохо с заделами в этой части, и, конечно, здесь нужна серьезная помощь со стороны государства. И, наверное, частное государственное партнерство, возможно, квантовый центр занимается этим. Но, конечно, честно говоря, там только несколько направлений, в первую очередь, связанных с квантовой киберзащитой, но нам нужны собственные разработки квантового компьютера. Появится на рынке квантовый компьютинг, разрыв будет гигантский между теми, кто им владеет, кто нет. Технология, конечно, должна быть национализирована у нас. И еще раз повторяю, что мы не видим, как бизнес с этим справится. Четвертое направление, такой же мощный тренд, который сегодня развивается во всех отраслях, это робототехника. Робототехника по всем, там достаточно много направлений, но тоже здесь нужны выделенные ресурсы государства, потому что это, как развивается везде, это совместные предприятия ведущих центров разработки, вузов и компаний, которые на этом специализируются. Мы активно последний год изучали рынок, у нас есть своя лаборатория робототехники, но хочу сказать, что мы, конечно, пока очень сильно в этом отстаем. Это то, что в этом хотелось бы иметь совместную программу с государством. Пятый пункт – это кибербезопасность. Я абсолютно согласен, мы сейчас начинаем в бизнесе объединять усилия, это становится очень серьезной проблемой, серьезной угрозой. Ни одна компания не может защититься сама. Здесь должны быть усилия совместные всех государственных органов и крупнейших компаний, которые в конце концов могут построить эффективный обмен информацией, эффективный зонтик над всей экономикой. Без этого невозможно. Здесь, конечно, нужна очень активная государственная политика. Шестой пункт – я согласен с Дмитрием Песковым. Школы – радикальное переосмысление в мире происходит концепция образования. И, конечно, нам нужно очень серьезно эту дискуссию поддержать. В вузах ситуацию уже не догнать, она сегодня создается в школах. Радикально меняется модель, и мне кажется, что здесь тоже очень хорошее поле для взаимодействия и компаний, и государств, и муниципалитетов. В Москве целый ряд такого рода проектов ведется, и Сергей Семенович их активно поддерживает. Это, конечно, Москва может быть таким стартом и полигоном, но по всей стране нам это нужно делать. И последний пункт – это госуслуги и модель управления. Модель управления, сказал Николай Анатольевич, и сказал Дмитрий Песков, я абсолютно это поддерживаю. Нам в старой модели управления не построить диджитальную экономику. Нужно поменять модель управления. Понимание того, как ее менять есть, как применять это есть, и, наверное, в эту программу эта часть должна быть серьезно погружена. Это может дать гигантский толчок к скорости развития нашей страны. Мы можем выйти совершенно на другие рубежи, если мы это сделаем. Мне кажется, это то, где у нас есть великолепный шанс. Просто не хочется быть супероптимистом, но в этой части я большой оптимист. Мне кажется, что у нас есть хороший шанс серьезно вырваться вперед. И госуслуги. Мы активно работаем с правительством в этой части. Действительно, вот совмещение бизнеса и государственных структур и субъектов федерации в части предоставления услуг. У нас опыт есть такой. Уже налоговая служба, федеральное казначейство, то есть еще целый ряд ведомств, Росреестр и так далее, пенсионный фонд делают гигантские шаги. Правительство в это вовлечено. Спасибо большое за поддержку. Но сейчас, мне кажется, опять традиционными методами нам диджитализацию госуслуг не сделать. Мы сделали порталы, как верхнюю часть. Люди заходят на эти порталы, но все услуги предоставляются вручную. Для того, чтобы все процессы редизайнировать, нужно участие бизнеса. Мне кажется, что это тоже очень важная вещь, которая существует. И последний вопрос – это по поводу больших развилок, тоже о чем коллеги сказали. Одна из гигантских развилок – все диджитальные компании будут выживать глобальными. У нас недостаточно рынка, как у китайцев. Конечно, это очень серьезная развилка. Конфигурация российского рынка, чтобы нам оставаться конкурентоспособными. У нас, к сожалению, есть серьезные ограничения на развитие на глобальном рынке. Как нам не потерять шанс и остаться конкурентоспособными на этом глобальном рынке. Это, мне кажется, самая серьезная развилка, которая есть сегодня. И, наверное, по ней нужно очень серьезно подумать, рассмотреть все варианты и принять решение. Еще раз хотел бы поблагодарить всех коллег за критически важную тему. Владимир Владимирович, за то, что сейчас эта тема выходит на первый план, наверное, в части государственной политики. Спасибо большое. Благодарю вас, пожалуйста. Еще что-то? Все? Значит, вот смотрите, мы уже с вами обсуждаем эту тему не первый раз. И здесь таких не найдется. Но вообще, в принципе, наверняка есть и наши коллеги, и просто рядовые граждане страны, которые зададутся вопросом, зачем нам это все нужно. Потому что у нас все есть. Итак, у нас есть нефть, газ, уголь, металлы, причем самые разные, и черные, и цветные, и золото, и платина, и алмазы, чего у нас только нет. И, в принципе, в общем и целом, развитие идет технологическое неплохо. Интеллектуальная база очень хорошая. Но нам нужен с вами рывок. Вот что нужно. И нужно это обеспечить. Один из наших коллег в одной из арабских стран, бывший министр нефти, он как-то сказал, каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому, что появились новые технологии. Вот они появляются в мире. И тот, кто опоздает в этом соревновании, он мгновенно, я хочу это подчеркнуть, во всяком случае очень быстро попадет в полную зависимость от лидеров этого процесса. Россия не может ни в коем случае этого допустить. И главное, что у нас есть все шансы, все возможности, используя вот те факторы, о которых я уже сказал, а их нужно максимально использовать. Все, что я сказал, это нам нужно сегодня, это по максимуму нужно использовать, но для того, чтобы обеспечить вот этот рывок и прорыв в будущее. Давайте мы с учетом того, что сегодня услышали от коллег, поправим в плане, предложенном правительством, примем этот план и будем напряженно работать над его реализацией. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.